Я приветствую вас на своем канале! Сегодня я пожаловала к вам с довольно-таки обнадеживающими новостями, наконец-то! И для начала кратко хочу отметить, что в прошедшие выходные я специально для вас снимала очень живописную экскурсию. Мы ездили в местечко под названием Тазы-каньон, ну а также исследовали древний город Сельге. Видео уже на канале, если пропустили, обязательно посмотрите после новостей. Ну и кратко напоминаю, что в этом сезоне я продолжаю сотрудничать с экскурсионным бюро Корректур, где вы можете найти целую массу классных экскурсий по всей Турции по довольно-таки приятным ценам. Как обычно, все ссылки на контакты я закреплю в описании и в комментарии под этим роликом. Ну а мы переходим к новостям. Не прошло и месяца с открытия туристического сезона в Турции, представители туристического бизнеса страны уже говорят о том, что в этом сезоне могут недосчитаться до 3 миллионов туристов из России. Ведь изначально по планам туристического сектора в 2023 году турецкие курорты должны были посетить около 6 миллионов россиян. Но, похоже, над этим ярким радужным прогнозом начинают сгущаться тучи суровой реальности. Удивительно, что в первую очередь представители турецкого бизнеса, а точнее координатор «Пегас Туристик» по странам СНГ видит причину падения спроса на Турцию со стороны российских туристов в недостаточном количестве самолетов. Вот что он говорит. Из-за санкций есть проблемы с поставками топлива для самолетов под российским флагом в Турции. Самолеты совершают техническую посадку в Сочи для дозаправки на обратном пути. Это приводит к увеличению времени и затрат. Компаниям под турецким флагом также может быть запрещено возить топливо в Россию. И тут же российские специалисты в области туризма не соглашаются с турецким экспертом, говоря о том, что на самом деле в 2023 году самолетов в Турцию предостаточно. Да даже в прошлом ролике я вам говорила о том, что предложения настолько превышают спрос по самолетам и по вылетам, что в итоге туроператорам и вовсе приходится отменять часть рейсов. Так что первая причина лежит вовсе в ненедостаточном количестве самолетов. А, конечно же, самой главной здесь причиной является повышенный ценник на туры в Турцию. И здесь турецкий эксперт обозначает несколько причин повышения цен. Ну, во-первых, он объясняет это тем, что сейчас не хватает сезонного персонала. И эта нехватка усугубляется недавним землетрясением. В реальности же цены растут из-за инфляции. Зарплата персоналу была повышена вдвое. Цены на продукты выросли для отелей в 4 раза. Газ и электричество тоже в несколько раз. И тут же представитель Пегас Туристик в Турции говорит о том, что в мае Турция уже проиграла своим конкурентам, таким как Таиланд, Арабские Эмираты, Египет. Ведь очень многие туристы из-за повышенных ценников на туры в Турцию переориентировались на другое направление. Об этом мы также с вами говорили в прошлом ролике. Таким образом, получается, что туристический бизнес Турции прекрасно видит и осознает тот факт, что на данный момент Турция проигрывает своим конкурентам. И очень многие туристы из России переориентируются на другие направления. И из-за этого сама Турция теряет своих потенциальных туристов. Конечно же, здесь у нас возникает логичный вопрос. В сезоне 2023 вообще у Турции есть шансы снова вернуть спрос у туристов из России? Я думаю, ответ очевиден. Конечно, у Турции есть такие шансы. Но для этого что нужно сделать? Правильно, конечно же, снизить цены на туры в Турцию. И при этом здесь должны посодействовать как и турецкие отельеры, так и российские туроператоры. Секундное напоминание о том, чтобы вы не забыли подписаться на мой канал. Вы же помните, совсем скоро нас будет 100 тысяч. Это просто невероятная цифра. И прямо сейчас вы можете внести свой личный вклад в поддержку канала в достижение цели в 100 тысяч, подписавшись, если вы еще не подписаны. Ну а также не забывайте ставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом, потому что это тоже огромнейшая поддержка моему каналу. Я заранее вас благодарю. И, видимо, проанализировав сложившуюся ситуацию, как туроператоры, так и турецкие отельеры поняли, наконец-то поняли, что самое время снижать цены на путевки, иначе действительно туроператоры не досчитаются своей прибыли, а турецкие отельеры и вовсе потеряют значительную часть туристов из России. И что бы вы думали? Буквально на днях во всех туристических пабликах пестрит новость о том, что цены на туры в Турцию снизились, порой скидки достигают 40%. Пока говорится только о ближайших датах с вылетом в конце апреля и в первой половине мая. Давайте посмотрим, какие скидки, какие отели сейчас предлагают. Например, скидки на турпакеты с вылетом из Москвы, если рассматривать период вылета с 29 апреля по 2 мая, достигают 25-40% от первоначальной стоимости. Например, тур в отель Эльдар Гарден 4 звезды, это поселок Гюнюк, стал дешевле на 27%, а тур в гостиницу Рич Мелисса Хоутел 4 звезды в Кемере аж на 40%. Все скриншоты прилагаются. И если мы сейчас с вами взглянем на те ценники, которые предлагаются на майские праздники, то можем не поверить собственным глазам. Так, к примеру, цены на туры в Турцию с вылетом из Москвы на неделю на двоих начинаются от 48 тысяч рублей. Пожалуйста, скриншот прилагается. И вот что на заданную тему говорит представитель сайта бронирований «Слетать.ру». Такие цены обычно можно наблюдать зимой, вне сезон, с учетом, что привычная стоимость билетов сейчас около 20 тысяч рублей на человека. И что важно, снижение цен наблюдается не только на туры с вылетом из Москвы, но и из региональных городов. Так, к примеру, тур с вылетом из Казани сейчас можно забронировать на 1 мая на 5 дней за 49 тысяч рублей на двоих. Отель 5 звезд. Плюс доплата 100 евро за топливный сбор. Таких цен на майские праздники в этом сезоне еще не было. А вот что говорят турагенты из Омска. Доступных туров много. У нас из Омска отели сети Нирвана по 140 тысяч рублей на майские праздники за двоих. Я считаю, очень нормально. За 100 тысяч можно улететь в Утопия Бич Клаб. Турагенты отмечают, что цены изменились не только именно на майские праздники, но и также на конец апреля. То есть, если в самые ближайшие дни вы будете вылетать, то можете найти довольно-таки выгодные предложения. Что касается цен на июнь и на июль на туры в Турцию, то пока какого-либо значительного или даже незначительного снижения цены на такие туры не наблюдается. Но тем не менее, турагенты отмечают, что бюджетные пятерки в Турции несколько снизили ценники на эти месяцы. Представители российского турбизнеса предполагают, что турецкие отели наконец-таки осознали тот факт, что не смогут полностью загрузить свои гостиницы на май месяц и пришли к выводу, что пора делать скидки. Ожидаем, что активные бронирования пойдут в последний момент перед праздниками, максимум с недельной глубиной. На это рассчитывают как турецкие отельеры, так и турагенты, говоря о том, что в самое ближайшее время мы увидим довольно-таки хороший спрос на Турцию ввиду появившихся скидок. Но вот некоторые турагенты отмечают, и я здесь с ними полностью согласна, что запоздали турецкие отельеры со скидками, ведь очень многие туристы, которые изначально хотели поехать в Турцию, посмотрели на цены и решили, что лучше-ка мы поедем в другое место, либо вовсе передумали куда-либо вообще ехать. И что интересно, сейчас ценники снижают не только бюджетные пятерки и, скажем, отели 3-4 звезды, но и отели класса люкс. И здесь журналисты портала Турдом выяснили, что сейчас мы наблюдаем снижение цен на туры в Турцию не только из-за того, что турецкие отельеры наконец-то начали делать хорошие скидки на проживание, но и за счет корректировки цен на авиабилеты. А кто у нас является держателем авиабилетов в составе турпакета на чартерных рейсах? Конечно же туроператоры, и они имеют возможность снижать цену перевозки. То есть получается, что сейчас и туроператоры, и турецкие отельеры идут к тому, чтобы предлагать туристам из России более приемлемые ценники на туры в Турцию. Еще раз специалисты отмечают, что пока значительное снижение цен мы видим только на ближайшие две недели. Что же касается, например, туров с заездом после 20 мая, то здесь ценники на путевки выше на 20-30%. Пока выше. Например, на целых 24% снизилась цена на недельный тур с размещением в таком люксовом отеле, как Calista Luxury Resort в Белеке с заездом 30 апреля. В начале марта такой тур можно было забронировать за 434 тысячи рублей на двоих. Теперь он стоит 280 тысяч. Что касается туров в Турцию с вылетом 6 мая, то есть в так называемые вторые майские праздники, то мы увидим, что здесь скидка несколько ниже. Так, к примеру, если посмотреть цены на отдых в отеле Alvadone Beach Resort Comfort на неделю на двоих, то мы увидим, что он обходится на данный момент 130 тысяч рублей, что ниже мартовского уровня на 19%. А вот отдых в отеле Queen's Park Rye Premium Токерова предлагается за 120 тысяч рублей со скидкой в 16%. Конечно, есть и такие отели класса люкс, которые не собираются делать никаких скидок, поскольку у них и так с загрузкой все нормально. Об этом, в частности, сообщают в таком премиальном отеле, достаточно новом отеле, располагающемся в Белеке под названием Kalinan. Вот что говорят его представители. Мы скидок на праздничные дни не давали. Во-первых, у нас хорошая заполняемость. А во-вторых, предоставляемый сервис, майская программа, обновленный концепт не подразумевают снижение цен. И вот буквально пару часов назад на сайте Ассоциации туроператоров России также появилась новость о том, что туроператор Annex Tour начал снижать цены на премиальные отели Турции. В частности, здесь речь идет об отелях сети Gural, ну а также Rixos. И кроме того, о гостинице Titanic Deluxe Cold Bilek. Кстати говоря, у меня есть очень подробный обзор о последней гостинице. Если интересно, загляните, я оставлю ссылку сверху, ну а также в описании под этим роликом. Какие же ценники предлагаются на отдых в этих отелях на майские праздники? Давайте посмотрим более подробно. Итак, тур в Gural Premium Bilek 5 звезд начинается от 152 тысяч рублей на двоих на 5 ночей. Топливный сбор включен. Программа стартует 2 мая. Цены на путевки в Rixos Sun Gate 5 звезд начинаются от 155 тысяч рублей на двоих на 5 ночей. Топливный сбор также включен. Вылет 7 мая. Что касается отеля Gural Premium Bilek 5 звезд, то здесь стоимость туров стартует от 167 тысяч рублей на двоих на 5 ночей. Топливный сбор включен. Старт 2 мая. Ну а отдых в отеле Titanic Deluxe Bilek может обойтись, начиная от 187 тысяч рублей на двоих на 5 ночей. С топливным сбором и заездом 28 апреля. Конечно же, турагенты позитивно восприняли данную новость о снижении цен на люксовые отели Турции и уверены, что это определенно простимулирует спрос. Таким образом, получается, сейчас турецкие отельеры начинают делать скидки пока только на майские праздники. При этом мы можем видеть, что эти скидки предоставляют и отели 3-4 звезды, бюджетные пятерки Турции, ну а также гостиницы класса люкс. Так что, если вы ждали понижения цен на туры в Турцию, то оно уже началось. Но еще раз подчеркиваю, не у всех отелей и пока только на майские праздники. Если такая же ситуация со спросом будет наблюдаться и во второй половине мая и далее, то уверена, что и туроператоры, и отельеры продолжат делать скидки. Но время покажет. В общем, цены сейчас снижаются. Можете идти к своим турагентам, самостоятельно смотреть цены на сайтах бронирования. Уверена, что вы обязательно при желании найдете приемлемый по цене вариант. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть мое видео с последней экскурсии из Тазы Каньона, если вы его еще не видели. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя и мы увидимся в следующем ролике.